Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! Кидокопадия не так добко представляет непростые времена или почему ютуберы уходят из Warface. Ну давай, Ракуха, поплачься! Плакаться, Кэп, скоро будешь ты со своими кроликами! Ну, Кэп, ты скоро просто будешь вешаться, я тебе отвечаю. Не делай, измучи слона! Ага, тебя, сука, объедят, дурачок! Чё ты докопался до кроликов моих? Боже мой, Кэп, ты вообще странный человек, ты понимаешь, что кролики это как бы особая категория? Кэп, ты их купил, я говорю, зачем? Ты говоришь, они прикольные. Я говорю, так их надо жрать, но это естественно. Что ты мне ответил? Да не буду я их жрать, жалко мне. Вот именно, не будешь, типа тебе их жалко. А ты понимаешь, что скоро этих несколько кроликов превратятся в несколько десятков кроликов? Я хрен его знаю, Кэп, ты просто, ты это нечто. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортик. А также наш великий любитель животных, животновод, капитан Очевидность. Зато в отличие от тебя не живодер. Я как раз не живодер, я реально животных люблю, но я смотрю на перспективу, да. Итак, друзья, разговор сегодня пойдет у нас о ютубе, о ютуберах, о блогерах, как только нас не называют. И о том, что эти сами ютуберы уходят постепенно из Warface. Да. Ну, если быть справедливым, то скажем, что многие заявили о том, что мы скорее всего уйдем, там несколько человек точно, мы уйдем, мы уйдем, мы уйдем. И ребятки дальше снимают Warface. Ха-ха-ха, да, так оно и бывает. Я уйду из Warface и я дальше его снимаю. Сразу скажу, я из Warface уходить не собираюсь. Мне в целом играть нравится. Да, сейчас такого прям желания большого нет. Что-то в последнее время, кроме как побегать на мясе, поставить мозголом и меня шибко-то игра и не держит. Но я надеюсь на лучшее, а там посмотрим. Так что пока что я с вами и пока что никуда не исчез. Но все же сам факт того, что ютуберы намереваются уйти, говорит о многом. И самое главное, почему они хотят уйти? Вот, капитан очевидность. Это хороший вопрос. Почему? Зачем блогеры хотят валить из нашей игры? Игры года все-таки от Mail.ru. По версии же Mail.ru это вам не в тапки срать. Причин тут несколько. Все называют какую-то там одну или две причины. Чаще всего ребята говорят, что бля, им закрутили гайки. С одной стороны это правда, а с другой стороны и нет. Ведь по сути, на самом деле, когда недавно написали, что обновили правила ютуба, то гайки, пожалуй, закрутили только двум категориям людей. Первый это те, кто рекламировал сторонние сервисы, так или иначе связанные с варфейсом. То есть, кейсы всякие, ну вы поняли, вот эту тему. А вторая категория, это люди, которые любили делать ретрансляцию официальных турниров, официальных каких-то трансляций на свой канал. То есть, они запускали во время того, как идет какой-нибудь OpenCup, новый, да, там Warface Pro, запискали свой стрим и все это дело сами комментировали. Вот с этим тоже теперь будут определенные проблемы. Могут возникать, могут быть определенные ограничения. Это все надо согласовывать. Но, что касается разговоров о том, что нам диктуют конкретно, какое мнение надо высказывать в видосах PowerFace, я не знаю, может быть с кем-то это так. Вы знаете, как всегда действует правило, как ты изначально себя поставил, да, с кем-то там, с коллективом, там, с кем-то другим и так далее, так оно дальше и пойдет. И за себя могу сказать, что мне никто ничего, как бы в приказном порядке не говорит. Максимум, что они могут, это предложить мне снять видео на определенную тему, для их там официальной группы и канала. Все, все остальное, критиковать их там, все говорить, никаких проблем нет. Мейловцы никогда даже по этому поводу не пишут. Максимум, может со мной списаться Мишане Хаймзон и эту проблему объяснить, как бы так обсудить, но без просьб там перезаписать видео или что-то не говорить. Нет, ему просто интересно пообщаться на эту тему, может быть, и все. И причем это происходит все культурно, у нас Мишане нормальные отношения. А вот приказного порядка, что типа, ты должен снимать вот это, вот так и высказывать такого мнения, со мной такого вообще ни разу не было. Так что вот насчет этого я не могу это подтвердить, хотя и не могу опровергнуть. Может быть, у кого-то на каналах поменьше или кто изначально себя как-то поставил по-другому, может быть, кто-то им что-то такое, какие-то требования и выдвигает. У меня такого лично нет. Но есть еще одна проблема, о которой почему-то говорят весьма немного. И связана она вовсе не с какими-то там рулетками, не с какими-то запретами, не с какими-то правилами. Проблема называется развитие и перспектива. Именно так, друзья. К сожалению, Warface каждым годом не становится популярнее. И это печально, ведь некоторые другие игры, наоборот, популярность только наращивают. Вот статистика ютуберов по Warface на сегодняшний день. Это за примерно 28-30 дней последних. Я обвел и показал здесь, по сути, только один параметр. Но поверьте, друзья, это самый главный параметр, который только существует на ютубе. Все остальное на самом деле вторично. И параметр этот называется количество новых подписчиков в месяц. Именно так. Понимаете, ютуб устроен таким образом, что вот эти все просмотры и так далее, это все на самом деле понты. Просмотры будут постепенно расти. Твой канал будет расти. У тебя будет какое-то светлое будущее. Только при условии, если на тебя подписывается определенное количество новых пользователей. Работает это следующим образом. Если, допустим, у тебя 500 тысяч подписчиков и при этом на тебя практически люди не подписываются или подписываются в месяц 1-2 тысячи человек, то постепенно твой канал будет, прямо скажем, умирать. Все от того, что любой человек, когда он на тебя подписывается, первое время ты ему максимально интересен. Это нормально. Кто-то из этих людей в будущем сохранит интерес также на все 100% и будет тебя смотреть годами. Но практика показывает, что таких людей, так сказать, вот этих олдов, прямо фанатов, их не так много. Их не так много, прямо вот почитателей твоего творчества на 100%. Это каждый из нас знает. Даже на своем примере могу сказать. Я узнаю о существовании какого-то классного там канала, сериала, всего чего угодно. Первое время я смотрю много, потом реже, 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 а потом только иногда изредка заглядываю в какой-нибудь видосик гляну. И все, это нормально, это неплохо. И поэтому любой канал будет хорошо существовать, только если на него достаточно подписываться. Что такое достаточно? Достаточно это хотя бы 5, а лучше больше. Вот где-то в промежутке от 5 до 10 тысяч подписчиков, для больших каналов это свыше 100 тысяч подписчиков на канале, это норма. Это значит, что твой канал будет сохранять те просмотры, которые есть и возможно даже немножко все будет расти. То есть твой канал либо будет стабильно существовать, либо будет развиваться, но точно не умирать. И вот в период с 2014 и где-то до начала 2018 года в Warface все было в принципе неплохо. И большинство из вот этих ютуберов, которых вы видите, они имели примерно по 8, 10, а то и 12 тысяч новых подписчиков в месяц. Это было круто, каналы развивались, просмотры росли и люди даже и не помышляли о том, чтобы уйти из нашей любимой игры. А потом с каждым месяцем все стало как-то очень плохо. Люди резко перестали подписываться, все меньше и меньше с каждым месяцем. Как вы уже поняли, на некоторых вообще перестали практически подписываться, люди как-то пытаются получить новых подписчиков с помощью конкурсов. Но знаете, на большом канале делать конкурсы это постоянно тем более. По моему мнению, дело совсем такое себе. То есть особо это уже никому не поможет. И на самом деле, именно поэтому многие и хотят уйти с Warface. Хотят уйти во что-то более перспективное, чтобы не потерять свой канал, чтобы не потерять свою работу. И на данный момент здесь остались люди. Первая категория из лдов это люди, которые вместе с Warface уже повзрослели. У них жены, у них свое имущество, там у кого-то дети и так далее. И соответственно, им надо что-то заработать и, будем честны, Warface позволяет это сделать и весьма хорошо, даже неплохо зарабатывать этим людям. Именно по этой самой причине многие из лдов и не уходят. То есть пока что они чувствуют себя неплохо, но пока что они все, поверьте, люди из этого списка, они понимают, что дело уже так себе. Потому что, извините меня, когда самый популярный ютубер в Warface, это Дмитрий Крымский, на него последние месяцы подписывается 10-12, да пусть даже 15 тысяч человек. Это катастрофически мало для самого популярного ютубера по той или иной игре. У Костю Медиума, у которого вообще каждый день выходят видосы, супер превьюшки, офигенный монтаж, все здорово и на него подписывается столько, это тоже катастрофически мало. И поверьте, это не мы плохие, это не мы делаем говноконтент. Вы знаете, когда-то, помню, в 16-м году с одним разработчиком мы выпивали пивасика немножко. Он мне сказал, ты извини, дружище, но вы пока отсюда, поверь мне, никуда не денетесь, потому что там вы никому не нужны и никакими особыми навыками вы не обладаете. Но дело в том, что с тех пор прошло 4 года и ютуберы PowerFace, если по чесноку, если посмотреть на ютуберов с других каких-то сетевых шутеров, игр, там, королевских битв, Внимательно посмотреть, посмотреть на качество, на голос, на то, как люди делают свой контент, на превьюшки, вы поймете, что, как ни странно, ютуберы PowerFace, те, кто остался, скажем так, те, кто выжил, они настолько в этом деле продвинулись, что многие, большинство, наверное, ютуберов по другим каким-то схожим играм, очень серьезно ютуберам PowerFace часто проигрывают. Да, именно так, по качеству. И именно поэтому ютуберы PowerFace смотрят, понимают, что, в принципе, а там-то перспективы есть, бац, а я-то снимаю не хуже, а я-то снимаю даже и получше, и идут себя пробовать там. Ой, да пусть идут, все равно вернутся, как всегда. Капитан Очевидность, ты знаешь, были люди, которые у нас уходили, там, годика 4-3 назад, кто-то еще лет 5 назад. Да, в основном, либо люди возвращались, люди, как бы, никуда не могли деться, либо люди забивали. Но сейчас ситуация совершенно другая, и люди уходят, и у людей все нормально. Вот вам другая статистика. Это те самые люди, которые ушли из PowerFace, и, как ни странно, с ними ничего не случилось. Практически у всех этих людей дела идут отлично. У кого-то стабильно, у кого-то нестабильно, там, может, у кого-то, там, например, у Коли Липпута 7 тысяч подписчиков в этом месяце. А вот в прошлом, если память не изменяет, было 28 тысяч подписчиков за месяц. То есть, как вы понимаете, все эти каналы развиваются не просто хорошо, а многократно лучше, нежели их коллеги из Warface. Их, точнее, бывшие коллеги. Да, хреново дело. И что же делать с этим, а? Капитан Очевидность, что с этим делать? Я тебе сейчас объясню. На самом деле, разработчики, я знаю, что вы тоже понимаете эту проблему. Я знаю, что вы сейчас подсуетились, ютуберы начали уходить, кто-то там вознамерился. Вы все-таки поговорили с ними, они вроде как там кто-то остается. Вы будете стараться для них какие-то условия создать. Но вы поймите одну вещь, одну важную вещь, самую главную. Самое лучшее, что вы можете сделать, самое, это не лишний раз закручивать гайки или так далее, наводить какой-то там особый порядок. Лучшее, что вы можете сделать, это реально работать над игрой. Это там объединить серверы, изменить поскорее РМ. Я понимаю, что вы все это собираетесь делать. Я понимаю, что вы сделать хотите это качественно. Но я вас очень прошу, утройте, не знаю, удесятирите свои усилия. Это надо делать не в следующем году, не там где-нибудь в середине следующего года. Это все надо делать сейчас. Это надо делать в ближайшее время. Потому что с каждым днем я даже сам себя ловлю на мысли. Я захожу в Warface, я понимаю, я не хочу играть. Не потому что мне не нравится игра, она мне нравится. Я хочу просто в депо найти карту, понимаете. Я хочу найти карту депо. Я даже на сервере Альфа вечером, в самый, скажем так, час пить, когда все играют в эту игру, я не могу найти депо. Я еще минут 15 попадаю в комнату, где сидят 6 человек. Столько я попал, двое-трое ливнули, комната закрыта. Офигенно поиграл. Warface превратился в один пригород и РМ. И от одного, и от второго меня уже. Тошнит просто. Ну это серьезно, это ни в какие ворота. Поэтому думайте, что-то новое водите, что-то меняйте, что-то врезайте, что-то... Не бойтесь менять саму игру. Нормально менять, в разумных каких-то рамках. Меняйте. Вводите временные режимы, временные маленькие турниры, без всяких там ПВП, ГГ. А внутри игры самой, как режим. Какие-то, может, укороченные рейтинги, что-то. Чтобы азарт был, чтобы ты заходил, что-то новое, что-то покорять, что-то завоевывать. Тогда и проблем не будет. И новые люди потянутся, и старые вернутся. И у ютуберов каналы будут нормально. Если не процветать, то хотя бы на каком-то уровне держаться. А то сейчас ситуация реально получается такая, что ты смотришь... Не буду называть как бы имен у кого из ютуберов, и думаешь, блин, а у парня ведь по сути все совсем плохо. Раньше у него было по 80, 90, 100 тысяч просмотров. И это было для Баркбейса ну так нормально. То есть ничего особенного. Раньше реально 80 тысяч просмотров. Что это такое, ребята? У меня ролики набирали за сутки от 70 до 110 тысяч просмотров. Это вообще как бы, ну это нормально было. Я нормально, я думал, о, блин, чего-то мало еще. Это было как бы, ну то есть обычно. И у других ютуберов было то же самое. У Розора, у МС Сереги, блин. Да ютуберов вообще раньше много было. Раньше, блин, маломальские какие-то каналы еще мало кому известны. У них ролики под 25, 30, 40 тысяч набирали. Как нифиг делать? Вот самая главная проблема. Мейл, понимаете? То есть это обращение прежде всего к администрации. Я не знаю, ну, то есть если так дальше пойдет, ну единственное, что вы сможете, это просто вот, ведь со временем все эти партнерки, все эти кейсы, они все перестанут что-либо приносить. То есть у людей, смотрите, какая ситуация. Кого-то держат деньги, потому что надо как бы плачить по счетам, как известно. Кто-то пока еще как бы, ну не готов куда-то уйти. Он не знает, как там развиваться. Он не нашел себя нигде, кроме как в Warface. Но в итоге, когда и в Warface уже и развиваться никак нельзя будет. Вообще никак. И при этом, и на кусок хлеба себе здесь нельзя будет заработать. Уже ничто людей здесь не удержит. Я не знаю, ну неужели вы, Мейл, будете просто так на халяву ютуберам зарплаты платить? Я думаю, нет. Никто этим не будет заниматься, как бы. И как бы это просто неразумно. Никто это не будет делать. То есть многие думают, что нам платят деньги за то, что мы снимаем видео. Никто нам не платит, ребята. Нет, 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 чтобы вы знали. Ютуберы все зарабатывают через партнерскую программу. Просто так тебе никто копейку не дает. Но сколько заработал, столько получил. Все, отношения такие. Причем отношения как строятся? Ты заработал, это не значит, что ты что-то должен там высказывать мнение администрации видео. Не должен. То есть тут все чисто по-партнерски. Чтоб вы понимали. А то многие думают, что нам платят деньги за то, что мы высказываем их мысли. Никогда такого не было. Со мной это никогда не было. Мне никогда не говорили. Ты должен сказать вот так. Хера ли это? Нет. Все честно как бы. Мы вместе работаем, мы партнеры. Не более того. Всегда так было. Но если все это совсем нагнется, это реально будет печально. И как ты думаешь, все в итоге свалят? Капитан очевидность. Свалят ли все, не знаю. Не знаю, кто когда свалит, куда свалит. Не забывай, что есть еще категория людей, да, друзья. У которых определенный стиль видео. И которые сами не верят в свои силы, что они могут уйти из Warface. Я знаю, что я могу. У меня это вообще не проблема. Но я не хочу ухотить. Я просто реально не хочу. Я люблю эту игру. Несмотря на все ее косяки. Несмотря на там кучу проблем. Мне она нравится. Понимаете? То есть я захожу в какую-нибудь королевскую битву. И потом в Warzone какой-нибудь. Мне нравится Warzone. Но мне скучно. Там нет столько тем, чтобы снимать каждый день видео. С одной стороны. С другой стороны, я могу неделю подряд в нее играть. И потом мне пару дней не хочется играть. Наигрываешься, понимаете? А Warface подчилить хотя бы мясо. Поиграть каждый день. Да с удовольствием. Да почему бы и нет. Поэтому я надеюсь, что у этой игры все будет отлично. И чтобы все не свалили. Тут есть только два пути. Первый. Это все-таки как-то поднять Warface с колен. Наконец-то. То есть наращивать темпы. Наращивать аудиторию. Делать игру снова популярной. Либо, как мы понимаем. И мы давно об этом все уже говорим. Это, соответственно, выпустить новую игру с механиками. А-ля Warface. Похожую, схожую. Современную. С новой графикой. Более прорывную. И, насколько мне известно, над чем-то подобным наши Blackwood Games работают. Но проблема в том, что они работают, но даже своим людям, которые вроде как им дороги. И они нам дороги. То есть ютуберам. Люди, которые с ними именно работают постоянно. Мы с ними работаем. Это Warface. Это их работа. Это наша работа. Мы вместе этим занимаемся. Они не намекают даже нам хотя бы примерно, когда может быть их игра. Понимаете? То есть, если этот условный, ну он не Warface будет, скорее всего, называться, но условный Warface 2, он появится в ближайшие, скажем, ну года два, то в принципе многие, они не уйдут. Они будут терпеть, как бы вот в таких условиях. Они будут, как бы, все будет ухудшаться, но они будут ждать вот этот момент, когда все появится. И не придется ничего, как бы, нового придумывать. Все уже давно вместе, все работаем. Мы админы, все там разрабы, все знакомые, все вась-вась, нормально. Новая игра вместе в развитие пошли. Все ютуберы по Warface'у перешли туда. Все отлично развиваемся, кайфуем, играем с удовольствием, записываем. Они работают, делают для нас контент. Все по-нормальному. Новый движок. Меньше багов, меньше лагов. Все хорошо. Но! Игра-то может выйти не через два года, не через год. Она может выйти лет через пять. Но, извините меня, если эта игра выйдет через три года, четыре или пять, то, мне кажется, ну, большинство, оно просто не может себе позволить столько ждать. К тому моменту, по факту, если так дальше пойдет, как сейчас, от наших каналов не останется ничего. И это, в том числе, причина, почему многие завели вторые каналы, не связанные с Warface'ом, так или иначе. И, кстати, некоторые имеют каналы, о которых вы вообще не знаете, да? Из этих ютуберов, которых я показывал. Есть у некоторых каналы, о которых вы не знаете. Они нигде о них не афишировали, и они вообще не связаны с Warface'ом. Вот, я свой канал никогда не прятал. Ссылка в описании, все есть. Там я, в основном, Сталкер снимаю. Там и Warface'а иногда появляется. Ну, что-то в последний период подумал, может, и не надо, куда ее снимать, зачем она. Это там крайне редко она бывает. Вот, там Сталкер, там еще пару рубрик прикольных. Так что, такие дела. Вот, это то, что я хотел сказать. Я думаю, что большинство ютуберов сейчас не уйдут из Warface'а. Ребят, они не уйдут, они еще посидят. Ну, вот вопрос, сколько посидят? Я думаю, что самые крупные, а-ля Дмитрий Крымский, а-ля Костя Медиум, МС Серега, я, Разор. Ну, год точно еще. Может, больше. Если в Warface'е хотя бы как-то оно вот, как-то вот все устаканится, не будет вот это вот вниз. А хотя бы как-то они смогут наши админы все стабилизировать. Или хотя бы там, не знаю, осенью, зимой все будет нормально. То может и больше. Может быть там и полтора, и два года. Но больше, чем на год, я точно ничего обещать не могу. Ни за себя, ни за других. Потому что год, мне кажется, вот этот ближайший год, вот с этого лета и до, как бы, августа 2021-го, очень многое изменится. И есть шанс, что многие уйдут. Либо наоборот, произойдет какое-то чудо, и многие останутся. В любом случае, друзья, высказывайте свое мнение, что сейчас происходит. Дорогие разработчики, дорогая администрация, я надеюсь, что вы посмотрели это видео, что вы сделаете определенные выводы. Надо, надо как-то над основными проблемами игры работать быстрее, работать сейчас. Не пускать игру на самотек. Хорошего из этого ничего не выйдет. И поверьте, я вовсе не буду рад, если Warface загнется. Не буду рад. Я бы был рад, если бы в этой игре сейчас был бы онлайн, там, суточный максимальный полмиллиона. И, честно, я бы вообще ни о чем не думал. Я бы снимал только Warface и свой любимый сталкер. И у меня бы голова никогда не болела, и все было бы хорошо. Да. Но, так или иначе, если данное видео вам понравилось, есть о чем задуматься, есть что сказать, то ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите. Ну, это обязательно, пацаны. Понимаете, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.